Дайджест недвижимости Квадрат в новостройках в декабре прошлого года стоил 38 тысяч рублей Вторичное жилье дешевело в прошлом году в большинстве регионов Приволжского округа Рост стоимости квадратного метра отмечен лишь в пяти из них Максимальный на 3% в Саратовской области Новостройки прибавили в цене в 8 из 14 регионов Значительнее всего квадрат подорожал в Пермском крае почти на 3,5% Дайджест недвижимости Проблемный дом на улице Сурикова обещают сдать к концу марта Через полтора месяца дольщики начнут получать ключи от своих квартир Сообщил директор компании-застройщика на совещании в региональном Минстрое Сейчас на объекте по адресу Сурикова 39, корпус 3 испытывают системы теплоснабжения Подрядчик завершает электромонтажные работы Параллельно идет подключение наружного освещения Отопление в доме обещают включить в конце февраля Напомню, 13-этажный многоквартирный дом общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров Должны были достроить в конце 2015 года Срок сдачи объекта переносили несколько раз Последней датой установлен май 2018 Дайджест недвижимости Проект жилого дома на месте ДК Цейлковского отправили на доработку То, каким будет новое здание, обсудили в минувшую пятницу На градостроительном совете при администрации Кирова На земельном участке напротив цирка планируется возвести 17-этажку на 170 квартир Предполагается, что проживать в ней будут около 500 человек Градостроительному совету представили три варианта фасада В белых тонах, а также с зелеными либо таракотовыми вставками Мнения членов совета разделились Представители архитектурного сообщества хотели бы видеть здание в облицовке из белого керамогранита Глава администрации Илья Шульгин полагает, что с учетом климата Через 15-20 лет такое здание будет выглядеть неопрятным Кроме того, не до конца проработан вопрос с количеством мест для автомобилей Пока паркинг при доме рассчитан на 70 машин Стоянка возле дома вмещает еще 93 Для 170 квартир, с учетом того, что в семье может быть не один автомобиль Этого явно недостаточно, отметил Шульгин По итогам совета, проект дома на Октябрьском 106 отправили на доработку На это отведена неделя, уточняют бизнес-новости в Кирове На этом все, в студии работала Анна Лапшина Дайджест недвижимости